Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о пяти простых шагах, чтобы избавиться от тяги к углеводам и зависимости от сладкого. Зависимость от сладкого и углеводного похожа на наркотическую. Очень часто от своих подписчиков я слышу, я не могу и дня прожить без пирожного. Или если я не выпью кофе с десертом, я буду раздраженная целый день. Или еще бывает такая ситуация, я бы хотела перейти на кето, но никак не могу преодолеть эту зависимость. Люди как будто подсели на углеводы. Дело в том, что у нас рождение приучают к сахару. В это, конечно, бывает очень трудно поверить, но сахар содержится в детском питании и во всех продуктах. Детей все время угощают сладостями, конфетками, печеньками. Ни один праздник у нас не обходится без торта и в результате у организма постепенно развивается реальная зависимость. Дело в том, что в этом процессе задействованы два нейромедиатора, дофамин и серотонин. Дофамин связан с ощущением удовольствия, а серотонин связан с ощущением счастья. Когда-то и у меня была такая зависимость от сладкого, я каждый день баловала себя чем-то сладеньким. Проснувшись утром, я уже думала, а что же такое сладкое и вкусненькое я сегодня съем? И если после еды у меня не было десерта, то у меня возникало ощущение незавершенности. Мне было некомфортно и мой мозг постоянно гонял одну мысль. Надо зайти в кофейню, надо найти кондитерскую или надо срочно постряпать что-то или на крайний случай сбегать в магазин купить шоколадку. В моей машине, в бардачке, в сумке, в детской коляске всегда была заначка из фруктовых мюсли, из батончиков или сникерса. И вот как только в рот попадало что-то сладкое, я сразу успокаивалась. Тревога эта уходила, я чувствовала себя такой счастливой, но эти ощущения длились недолго. И я все больше ловила себя на мысли, что эти моменты, они какие-то ненастоящие. Я все больше и больше завишу от них. То есть я постоянно думала о сладком, чтобы почувствовать радость жизни. И дни, когда я пыталась сесть на диету и ограничить себя в десертах, были для меня самыми тяжелыми днями. И в один момент я поняла, что моя тяга к сладкому усиливается и затягивает меня все сильнее и сильнее. Поэтому я прекрасно понимаю тех людей, когда слышу их проблемы. Так вот, от сахарной и углеводной зависимости реально избавиться. Вам нужно следовать вот этим пяти простым шагам. Вы должны понимать, что чем больше вы употребляете углеводного и сладкого, тем больше вы этого будете хотеть снова и снова. Первое, что вам нужно сделать, вам нужно заменить продукты с высоким содержанием углеводов на продукты с достаточным количеством белка и жира. То есть перестаньте есть на завтрак каши, мюсли, пить смузи или соки. Съешьте вместо этого яйца кусок хорошего сыра со сливочным маслом. Возможно, у вас осталась рыба или какое-то отварное или запеченное мясо, или кусок курицы. Съешьте их на завтрак, добавив к ним половинку авокадо или просто граммов 10-15 сливочного масла. Если вы пьете кофе или чай с молоком, замените молоко на сливки. Это был первый совет. Пункт 2. Ешьте до сытости. Не надо считать калории или бояться, что вы съедите слишком много жирного. Просто наслаждайтесь вкусной настоящей едой. Нет никакого смысла пытаться избавиться от сахарной и углеводной зависимости, если вы не сделаете два этих самых важных первых пункта. Это база, это фундамент. Запомните это, пожалуйста. Пункт номер 3. Уберите из дома всю вредную еду. Спрятанные в шкафчиках чипсы, конфетки, орешки, сухофрукты в шоколаде. Все, что там у вас есть или в сумочке, или в бардачке в машине. Многие по вечерам или когда им скучно, даже если они не испытывают чувство голода, идут на кухню в поисках чего, сами не знают. Возможно, от чего-нибудь солененького, хрустящего, может быть, чего-то сладкого. Вот поэтому, чтобы себя не искушать, уберите, пожалуйста, это без сожаления. Если вы действительно голодны, поешьте. Съешьте мясо, рыбу с салатом из овощей или из зелени, омлеты или яйца с соленой рыбой. Если вы недавно поели, но пошли на кухню в поисках чего-то такого, выпейте несколько глотков теплой воды. Идеально будет, если вы туда добавите 1-2 кристаллика морской соли. Пункт номер 4. Не просматривайте передачи, фотографии и странички в соцсетях про еду, особенно про сладости. Дело в том, что дофамин – это также гормон, который связан с предвкушением удовольствия. Поэтому вид или запах еды немедленно повышает уровень дофамина, и это потребует продолжения банкета. Уверены ли вы, что сможете не податься соплазну? Ну, это большой вопрос. Совет для тех, кто уже пытался справиться с сахарной зависимостью с помощью кетопитания. Через пару дней правильного кетопитания попробуйте уйти на голодание на 24 или 36 часов. Пейте в это время подсоленную теплую воду. Если есть возможность, сделайте легкие, посильные для вас упражнения или сходите на долгую прогулку. Таким образом, вы сожжете остатки сахара и глюкозы, которые остались у вас в печени и в мышцах. И пункт номер 5. Поддержите себя правильными витаминами и минералами. У людей, которые употребляют много сладкого, большой дефицит магния и витаминов группы В. Ну, еще, конечно, много каких витаминов, но вот эти два – это основные магния и витамины группы В. Потому что именно они усиленно расходуются на переработку углеводов и глюкозы. Поэтому обязательно употребляйте пищевые неактивные дрожжи утром. Одну-две столовую ложку добавляйте в свой завтрак. А перед сном обязательно выпивайте 400 мг магния. И это были 5 простых советов, как победить зависимость от сладкого. А если вы хотите узнать больше о том, как с помощью питания стать стройнее и восстановить здоровье, подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании ролика в закрепленном комментарии. Там же вас ждет уже бесплатный мини-курс. До встречи!